МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии программа Наблюдатель Фёкла Толстая. Мы хотели сегодня поговорить о профессии клоуна. Как она живёт сегодня? И вообще, кто такие клоуны? Мы знаем традиционно, это замечательные люди, которые обладают чудесным чувством юмора, которые нас смешат, веселят. А с другой стороны, посмотрите, что нам показывают в кино последние уже пара десятков лет. Вдруг, особенно в кино голливудском, появляются страшные клоуны, появляются страшные джокеры, которые всех пугают. Достаточно вспомнить фильм «Оно» прошлого года по роману Стивена Кинга. И все дети сейчас пугаются этого самого клоуна. Или, может быть, не стоит говорить, он страшный или он смешной, а образ клоуна гораздо глубже, гораздо интереснее. Это более философский образ, который имеет очень серьёзные корни и в истории, и культуре, и так далее, и так далее. Собственно, вот подумать о том, как сегодня живут люди этой профессии и как живёт этот образ в глазах публики, мы и пригласили поговорить с наших гостей. С удовольствием вам их представляю. Начнём с Максима Юрьевича Никулина. Здравствуйте, Максим Юрьевич. Здравствуйте. Генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Мы будем говорить сегодня и о вашем цирке, и, конечно, уж, наверное, и о тех клоунах, которых вы в своей жизни знали и видели, и как развивается эта профессия. И о вашем отце, конечно, тоже. Одного я точно хорошо знала. Одного точно хорошо знать. Ну, вот уже хорошо. Наталья Юрьевна Тумашкова. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна психолог, практикующий психотерапевт. И здесь вот о том, что пугает, и что страшно, что смешно, как сходятся эти две, казалось бы, крайности. Я надеюсь, что вы нам расскажете. Лев Маратович Карахан. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Киновед, преподаватель в ГИКа. И здесь ваше экспертное мнение в отношении того, как в кино, или не только в кино этот образ складывался, тоже будет очень интересно. Кроме того, я знаю, что вы просто в силу ваших семейных связей тоже с миром цирка, цирка очень связаны. Связан с детством, да. И ваш отец дружил очень сильно. Ну, они вместе в армии были на войне, поэтому, да. А потом женились на сестрах двоюродных. И с тех пор мы, в общем... То есть в твоей в родстве. Да, мы в родстве и жили вместе. Братья в одной коммуне, вообще выросли. Все детство, да. Да, и Юлия Ильинична Рудберг. Здравствуйте. Представитель Вахтанговского театра. Вахтанговская школа, которая, конечно, не случайно возникает в такого рода разговоре. И вот, конечно, нужно вспомнить замечательного вашего отца, Илью Рудберга, того из наших самых-самых знаменитых артистов, которые работали в жанре пантомимы. И вот это тоже часть мимы, тоже часть этой же профессии. Мой вопрос... Как вам кажется, вот хорошие ли сейчас времена для профессии клоуна? Может быть, Максим Юрьевич начнет? Мне кажется, что эта профессия, она вне времени, не зависит от того, что происходит вокруг нас. Это главное, что происходит в душе человека. Почему люди становятся клоунами? Потому что это какая-то, не знаю, какая-то есть в этом предназначенность. Вот. Абсолютно с вами согласен. Я, потому что, знаете, пожалуй, это единственная цирковая профессия, которую нельзя научить. Можно выучить на акробата, на полетчика, на эквилибриста, на жонглера, а на клоуна учить нельзя. Нет, у школы клоунов. Можно какие-то азы профессии преподать, можно что-то помочь скопировать, а стать клоуном. Знаете, их так мало в мире, настоящих клоунов. И они все разные. Вот так сейчас совпало, кстати, что два замечательных клоуна работают в Москве. Это Давид Ларибли у нас и в другом шоу Семен Шустер, у него сценическое прозвище Хуш-Махуш. Они совершенно разные, если посмотрите их, они диаметрами противоположны. А есть и другие, вернее, были другие. Знаете, Ингибаров, он тоже был клоуном. Да. Хотя он, то, что в цирке называется, не на ха-ха. Это же такой термин, не на ха-ха, да? Да. Это лирика, это романтика. Да, это юмор, это улыбка, но это не взахлюб. Ну, хорошо, но с одной стороны, профессия, которая не зависит от времени, но с другой стороны, ведь люди сейчас хотят смеяться или улыбаться или реагируют на разные вещи. То, что, например, Ингибаров появляется, это же и потому, что время такое, что не на ха-ха. Нет? Ничего подобного. Ничего подобного. Может быть, нет. Что вы думаете, Иль? Я знаю, что ваш отец с Ингибаровым дружил и работал, раз уж мы это имя упомянули, но не обязательно только о нем. Ну, мне кажется, что абсолютно прав Максим Юрьевич, потому что ему вообще виднее, потому что такая детская. И для меня Юрий Никулин, вот если говорить о том, что такое клоун, ну, просто, наверное, потому что это ближе, да? Я не знала Чаплина и его биографию, как бы, до такой степени, хотя я знаю, что он из ужасной детской, фактически из детдома, с сумасшедшей мамой, нищей, голодной и так далее. Если у клоуна в жизни случается, наверное, это было у Инги Барова, потому что он был грустный клоун, случается так, что ему ведомо горе, он сможет стать клоуном. Потому что только тот смех, который у нас замешан на крови, как у вашего папы, клоун, который вышел из окопа. Ну, это же вообще фантастика, поэтому такие 20 дней без войны. И никто, это же играет клоун, признанный клоун, трагедию. Мне кажется, что клоун это предназначение и это удивительный человек на Земле, который немножко вне планеты. Это нервное устройство, клоун, которое через себя очень разными способами. Каждый клоун это Шекспир, Марьер, Булгаков, Гуголь, Чехов. Потому что это нельзя научить. Это каждый великий клоун, это вот уровни тех писателей, которые называют. Говорит... Состояние души. Да, состояние души. А говорит ли при этом он? Или не говорит? Это не важно. Вы абсолютно правы, что Ингибаров это шестидесятники. И это романтизм, и это желание быть птицей, человеком. И эти отсылы к Феллине, которым были больны все, и к этому человеческому счастью. Они все хотели человеческого счастья, они были такими романтиками. Но не зря существовали шуты, потому что мне кажется, что клоун это такая линейка шутов. Когда Козинцев увидел Даля и попробовал его, и он начал играть. Знаете, я недавно узнала про эти слова. Он сказал, какой парень отличный, жалко, что не жилец. Это сказал Козинцев, взяв молодого Даля на шута. Вот улавливатели, пропускающие через себя все. Очень тяжелая профессия. А главное, что клоуны не выдерживают фальш. Вот я тоже слышала и про вашу папу, и про великих клоунов. Они когда выходят, приезжают куда-то в другие страны, как и наши артисты, играющие принцессу Турантут. Иногда надо менять по ходу, потому что ты понимаешь, что то, что ты делал, и твои какие-то задачи на уровне ментальности одного, как сказать, общества. И просто не работает. Не работает, и ты чувствуешь, что ты не сцепляешься, ты не попадаешь в людей. И там, где было смешно и весело, а вообще самое замечательное, это когда люди и плачут, и смеются одновременно. Драги комедии, это и есть клоун. Не работает. И по ходу клоуны, великие импровизаторы, это лучшие люди на свете, большие клоуны, потому что они тут же меняют, они сами меняются. У них происходят такие кувырки, вот у акробатов кувырки, а не кувыркают, а это внутренние кувырки. Вот. Можно я расскажу последнее? Гриценко сейчас. Я просто хотела сказать, что вы столько тем сразу затронули, которые хочется подробнее, подробнее расспрашивать. А знаете, а подробнее мы... Ну, позвольте, припасу вот ваш рассказ, чуть-чуть. Можно я про Гриценко расскажу? Конечно. Я же из Вахтанговского тела. Конечно. Они ездили с нарукавниками, где на разных языках были написаны шутки. И они читали эти шутки, потому что комедия для арта и так далее. И приезжают они в Москву играть. Принцессу Тарандот, с ними Михаил Санычевленов рассказывал. Выходит Грит и молчит. А к нему подходит Яковлев и говорит, что мой дорогой, что мой милый. А он смотрит на машину и говорит, я по-русски забыл. И там умерли все. То же уже эти шутки. И он стоит. Это вот, знаете, потому что Гриценко, играющий идиота, и Мышкина, да, и Яковлев, играющий Мышкина, они были потрясающими. Клоуны в комедии Дель-Арта. Люди рыдали от смеха. Седьмой стрельбой закончил. Если говорить о кинематографических клоунах, я, киношных, которые сейчас на экране, насколько я знаю, что сообщество профессиональное клоунов, вот о которых сейчас шла речь, выступает довольно резко против такого вдруг нового и очень жесткого образа клоуна. Зачем он понадобился кино? Насколько я знаю, Марчевский просто проводил какую-то пресс-конференцию, когда вышел фильм «Оно». Марчевский. Да? Это Марчевский, и на его точку зрения спросили при мне журналисты, коллеги с Володей Рябкиным. Он говорит, да мне сейчас по барабану на самом деле. Ну, хорошо, есть такая тема. Я другой, я цирковой. Я же не по-другому. Вот есть такая тема. Почему она есть такая тема? Откуда она взялась? Такая тема. Клоуна и филини совершенно другая. Клоуна ведь такая амбивалентная фигура. В нем все. И драма действительно, и комедия, и ужас в каком-то смысле. Потому что человек с закрытой маской для нас опасен. Это всегда было. Это не то, что началось вчера. или позавчера. Панч, как известно, английский, клоунская маска, он избивал свою жену и убил своего ребенка ни много, ни мало. Поэтому оно отдыхает по сравнению. Этот самый знаменитый клоун Пенни Вайс, который похищает и убивает детей по сравнению с Панчем. Ага. И там уже заложено вот этот сюжет? Вопрос в том, что время вытаскивает из клоунского образа. И мне кажется, что я даже могу сказать просто число и буквально месяц, когда что-то поменялось. Мне кажется, что это связано и было зафиксировано в свое время замечательным режиссером Микеланджело Антониони в фильме «Фотоувеличение». Кто видел эту картину, там есть мотив клоунский. Там группа мимов как бы по периферии сюжета все время путешествует и в конце они зовут героя к себе. Причем они играют в теннис с несуществующим мячом. И он этот несуществующий мяч, который вылетел за сетку, подает теннисистам мимом и включается в эту игру. Вот произошло, мне кажется, в этот момент, и Антонион это зафиксировал, мы включились в эту клоунскую игру. Этот мир рассыпался в каком-то смысле как условность и он перешагнул свои границы. Он вступил в наше пространство. А разыгравшиеся клоуны это довольно опасно. Мне кажется, что клоуны перешли свою границу вот в этот момент. Эпоха постмодерна собственно с этого и началась. С перехода границ. И клоуны тоже перешли границу. Они шагнули в жизнь. Мы видим клоунов на нашем телевидении, которые поливаются водой. А эту замечательную классическую репризу Никулин делал. Мы все умирали от смеха. И все смеются, все этого ждут. Самое ужасное не то, что клоуны поменялись в нашем контексте новом, культурном, а в том, что мы ждем от них этого. Дети в восторге от Оно, от Пеннивайза. Моя внучка смотрит Монстр Хайк про Дракулауру с огромным удовольствием. И все это мотивируется еще идеологически, как бы политкорректностью. Должны быть и такие, должны быть и страшные клоуны, почему бы нет. И Дракулаура имеет право на существование. Вот это зло, которое вышло, оно было сконцентрировано в маске, а сейчас оно вырвалось на поверхность. И оно сейчас распоряжается нами в значительной степени. И клоуны, вот эти страшные клоуны, они дирижируют этим. Но вопрос в том, как от этого защититься. Феллини же вот 70... А стоит от этого защищаться? Стоит. Я думаю, что стоит. Кстати, был потрясающий фильм вот недавно, два года назад, он был сенсацией, собственно, Каннского фестиваля, к сожалению, получил только приз Феприси, Тони Эрдман, где отец пытается свою дочь, которая погрязла в офисной жизни и в карьерных инстинктах, которые превалируют в ее жизни. Он пытается ее вывести из этого состояния, одевая клоунскую маску. В частности, зубы Дракулии, такие, знаете, страшные зубы. Но ничего из этого не получается, вывести не получается. Получается тогда, когда они снимают эти зубы, когда они вдруг открываются друг к другу, когда они переходят на язык внутренний, а не на язык внешних жестов и обмена масками. Вот это очень важно. Ну хорошо, но в том, что вы говорите, можно подумать о том, что маска для того и нужна, чтобы ее потом сняли. Да? Ну, конечно, какой-то процесс происходит. Маска как бы делает явным, да, то, что на самом деле происходит, что они друг с другом общаются через маски, они в прямом контакте. И только когда он надевает реальную маску, то становится понятно, что он в маске, поэтому он ее может снять, и тогда наступает реальный контакт. Психолог меня поправит, если я не точно скажу. Но есть даже такой термин, коллорофобия, да? Боязнь клоунов. Боязнь клоунов. Это сегодня возникшая тенденция. И я вспомнил Феллини, если можно, я про это расскажу. В 70-м году он снял свой знаменитый фильм «Клоуны» телевизионный, в котором и игровые сюжеты, и документальные интервью с клоунами старыми. Это, в принципе, повращение со старым цирком, со старым цирком, где клоуны были клоунами. И начинается пролог этого фильма потрясающий. Там мальчик встает и смотрит на приехавший цирк. И дальше идут клоунские репризы. А клоунские репризы довольно страшные. Там топор втыкает в голову и говорит, подержи мой топор. Ну, что-то такое. И мальчик говорит, меня впервые не обрадовали клоуны. Я впервые испугался их абсурдных и жестоких шуток. Вот это 70-й год. А Антониони это 87-й год. Главная премия Каннского фестиваля фотоувеличения. Вот это где-то рубежный момент, когда клоуны вышли из-под контроля. Вернее, зло, которое в клоунах вместе с другими качествами концентрируется, вдруг оказалось самым главным. Вот эти страшные разыгравшиеся клоуны, вышедшие из-под контроля, они сегодня господствуют. Посмотрим, что вам скажут те, кто сегодня работает с клоунами. Кстати сказать, вот Юрий Владимирович Никулин, чем он был для меня, помимо всего остального, просто человеческих наших и родственных отношений, он защищал старый цирк. И он просто стоял на страже, вот сколько мог. Максим, кстати, продолжает эту традицию. Мы об этом поговорим. Я только единственное, что хотела Наталье Юрьевне дать слово. И, во-первых, вот этот термин, который уже Лев Бородович употребил, как он, боязнь клоунов, это называется? Клоурафобия. Клоурафобия. Это психологический термин? Это зафиксированная учеными проблема? Это есть. Это есть проблема, что есть даже так называемый комплекс клоуна, и с этим работают психотерапевты. Есть комплекс клоуна, комплекс клоунессы. Это когда вот этот клоунский архетип, который на самом деле существует испокон веков. Поэтому, если мы будем говорить про профессию клоуна, это одна из тех профессий, которая как бы несет прямо вовне, представляет из себя архетипическое предъявление такое. Поэтому архетип это очень мощное такое, мощное образование, энергетически мощная структура. Поэтому выдержать ее и как бы вынести в себе на самом деле могут только немногие великие. Все остальные вот из-за этого рассыпаются. Это одна вещь. Я имею в виду, что это очень трудная профессия психологическая. Это профессия сродни, как можно сказать, сродни жрецам древности. Вот так же, как они несли в себе некоторые... Интересный пример, но нельзя сказать, что делающие для меня более понятным. Вы знаете, вот можно я еще один пример вам приведу? Постмодерн, в принципе, восславил или, по крайней мере, дал волю аномалиям. Самым разным. Маргинальным проявлением человеческого характера, человеческой сущности. Но что такое оно? Вот любопытно, как это возникло у Кинга, у автора бестселлера, по которому там 3 миллиона тираж, какие-то невероятные тиражи. Как это у него возникло? Это возникло из комплекса, из аномалии. Он летел в самолете с клоуном, вот этим Рональдом из Макдональдса, Рональд Макдональд, который пил и курил. И возникло вот то, что психологи тоже называют когнитивный диссонанс. Ожидания были неоправданы. У него возник этот комплекс по отношению к клоуну. И он дал потом в качестве вот этого довольно страшного произведения оно и клоуна Пеннивайза. То есть это из комплекса выросло. А комплекс оказался вдруг у нас мейнстримом. Понимаете? Вот это проблема очень существенная. А мы этого не замечаем. Я так понимаю, что Наталья Юрьевна говорила и о проблеме самого как бы в профессии, что человек, который несет в себе вот этот архетип, это очень трудно, потому что она может быть очень разрушительной. Потому что клоун как архетип, он отвечает за существование в хаосе. То есть клоун помогает первый шаг, что ли, первое звено, которое помогает выдерживать хаос. Он ничего с ним не делает. Он его не структурирует, этот хаос. А что он его фиксирует? Он как бы в нем существует. Есть хаос и есть клоун, который еще не интегрирован внутренне и у которого как бы жонглирует вот этим хорошим, плохим, горе, смех, радость, ужас. То есть это все заложено в этом архетипе. И через него вот как бы он существует рядом с этим. и в этом смысле помогает всем нам, которые его наблюдают, во-первых, присоединяться к чувствам то одним, то другим, совершенно парадоксальным. И те, которые, как правило, запрещены. Особенно если учесть, что это мужской архетип клоун. Даже когда женщина-клоунесса, она работает со своим мужским началом. Это мужской архетип. И он, клоун, делает все то, что нельзя делать мужчине-герою. То есть это как бы его вот такое разрешение на целостную картинку. Поэтому клоун переходит от радости-горя прям мгновенно. Он жонглирует. Вот сейчас мы все смеемся. Он с вами в контакте. Вот ему надо всего-навсего надеть носик. И все. И он только в контакте. Меняется совершенно. Это вот как бы маска, она позволяет ему жить с какой-то другой жизнью. Еще отдельно. Мне кажется, что так, такой серьезной теоретической базы, я хочу услышать мнение практиков. Потому что я даже меня осознать это не так легко. Мне наоборот. Я думаю, что мои конгрессы дают пищу для их абстракции. Поэтому если бы не было практики... Вы согласны со всем, что было сказано? Не совсем. Вас не вызывает это удивление? Нет. Понимаете, в чем дело? В любую теорию можно дойти так глубоко, как это человек желает. Кинокритик, психолог, артист. У каждого свое видение есть. И это директор у меня как бы практический подход. Хорошо. Тогда практический подход вот с того, о чем Лев Варатович начал говорить. О том, что в 70-е, 80-е... Просто мы так много тем затронулись, приходите к обсуждению. Если забирать. Если говорить о маске, то один из, ну как бы официально считается, один из самых страшных убийц в мире исторически. Это 20-е годы, это в Америке, и человек, он не был клоуном, но он очень любил участвовать в клоунской маске, в детских вечеринках, там утренних. Это, по-моему, 50-е, это, собственно, Кинг тоже по мотивам этих похождений. 50-е, по-моему, Но даже не в этом. Да, но был такой сериальный убийца. Да, серийный убийца, он, по-моему, человек 60-е угробил, в том числе и детей. То есть вы тоже поработали сейчас немножко на этот образ, что надо бояться клоунов. Да бояться надо сегодня, по-моему, всех на самом деле. С другой стороны, бояться... Извините, да? Нет, вы. Хорошо. Бояться слишком сильно, понимаете, что клоуна, а кондуктора в автобусе боятся, или шофера такси, или, там, не знаю, велиционера. Это же зависит, на самом деле, от того, как человек сам себя подает или продает, как в цирке говорят. Если говорить, опять же, о наших клоунах. Ну, не знаю, вот, честно говоря, может, так сложилось исторически, что в нашем цирке, в русском, в советском, в российском, не было, я, по крайней мере, не припомню, не было жестокости в реприсах клоуновских. Они всегда были, они могли быть немножко чуть-чуть злые, но жестокими не были. То есть, топором подержимый? Нет, топором не было. Нет, не было этого. Вот, и в истории я не помню. А клоуны, кстати, говорят, если говорить о клоунах классических, я получил разочарование в свое время. Мне было 14 лет, мне первый раз вылезли за границу, еще во Францию, тем более. И там друг, который нас приглашал, друг отца, нас позвал в цирк, недалеко от Парижа, Блоня или Винцена, наверное, где-то там. И Шапито, все, значит, и клоуны в традиционных клоунских масках, костюмах, белые, рыжие и прочее, прочее. И они работают, и отец мне говорит, сейчас вот реприза, классика абсолютная, если будут хорошо делать, будет смешно. Я ни разу не улыбнулся. Она мне чужая была совершенно. Я к этому не привык. А все остальные смеялись? Ну, не могу сказать, что было там море смеха, но тем не менее. Вы знаете, на Западе по-другому воспринимают клоунов в цирке. На Западе проще работать. Наши иногда просто приходят и говорят, а что не ржут-то? Ничего смешного. Никто не делал. Или наоборот. У меня есть даже видео. Нас снимали со стороны. Мы сидим в Китае. То есть наша группа цирковая, делегация наша. И работают китайские клоуны. Вокруг все ржут. Мы сидим такие, как на похоронах. Непонятно, ничего страшного. Другая акультура. Другая акультура. Да, абсолютно. Ну, нужно говорить тогда о природе смешного. Что, собственно, из чего возникает смех. Вообще, что это такое. Потому что смех, это, я не помню точно, там совсем определение, но есть некоторое ожидание от реальности. И есть реальность. И есть, если между ними небольшое рассогласование, то это вызывает улыбку, чуть побольше смех, а если это большое рассогласование, то происходит ужас. И поэтому от смеха до ужаса просто вот буквально... То есть это одна дорога. Переход границы. Да. Ну, это как бы вот это, на самом деле, теневая часть вот этого вот клоуна, которая сразу выскакивает. Вырывающаяся из-под контроля. Это полное рассогласование. И чем больше хаос, чем больше хаос вовне, тем страшнее фигура клоуна. Потому что особенно вот эта вот маска с приклеенной улыбкой, обратите внимание, что страшные только те клоуны, у которых улыбка. Печальный клоун, белый клоун, он не страшен. Он печален. А страшен только вот от Орликина. Интересно, что Джокер, это герой Бэтмена. Страшный, зловещий. Это клоун с застывшей улыбкой. Как известно по сюжету, он окунулся в какую-то там кислоту, и улыбка застыла на его лице. Вот это страшно, когда улыбка... Человек не может избавиться от улыбки. Он пленник этой улыбки. Он был плен. Да. Совершенно верно. Кстати говоря, вот этот вот грим, о котором мы сейчас все говорим, вы не говорите. Вот это вот нарисована улыбка, замелованное лицо. И, в общем, нарисовано... Лицо нарисовано, это же не его лицо. Это лицо совершенно другого человека, какого-то придуманного человека. Вот в истории нашего цирка, российского, советского, русского, или наоборот, не было таких массов. Они были в русском цирке, но и Лазаренко все-таки... Ну, Лазаренко, да, он гримировался. Даже карандаш гримировался. Просто новое поколение, вот это послевоенное, оно избавилось от маски, и было описано в книге почти серьезно у Никулина, эпизод, когда он мучительно, вообще действительно очень сложный и тяжелый процесс. Найти маску на всю жизнь, клоун. Искал лицо, да. Да, или лицо, да. И ему униформиц, сказал, Николина, что ты гримируешься-то? Ты так смешной. Нет, там, 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 и в этом смысле эти клоуны, и Попов, и Николин, и Ингибаров, они были открыты, они не были спрятаны за маской, они в прямой контакт входили, в каком-то... Что-то было утрирован, там, точка здесь, точка на веках, чуть-чуть. Мы когда-то даже сидели в гримерной и гримировали, склеили носы, и вот что смешно, значит, мы представление подсознательное о клоунском, да, мы размалевали себе невероятно, а надо было всего, отец и Максим гримировал, он сказал, зачем так-то все, просто наклей на нос, точку поставь, точку поставь, и уже смешно, и все, не надо этого всего. Они ушли от маски, поэтому они не были такие страшные, они были в прямом контакте, с аудиторией, в каком-то смысле они противоядие всему тому, что сейчас происходит. Вот эти клоуны. Да, это очень важно, вот по поводу контакта, да, клоун, но именно вот тот архетип, который, собственно, клоун, потому что их, на самом деле, четыре, мы говорим про шута, вообще, когда архетипически, мы говорим про шута, и шут бывает дурак-простак, то есть это тот, над которым все смеются, вот он там сам над собой, и над ним смеются, есть клоун Буфон, это вот такой животный смех, да, это вот пинка ему дает, он все время падает, это вот нелепые ситуации, в которые он попадает. Жирен подскользуется, Есть Джокер, собственно, или вот этот вот Трикстер, вот этот смеется над всеми, и есть то, о чем, мне кажется, мы сейчас говорим, вот Юрий Никулин, Ингибаров, это белые клоуны, это белые клоуны, тот, который, на самом деле, в контакте с собой, и в контакте с другими, одновременно. Это, на самом деле, очень трудная такая история, я думаю. Это Пьеро, да, грустная клоуна. И там, очень много печали, очень много грусти. Там даже смех всегда сквозь слезы, вот плач, и сквозь него пробивается смех. Это очень такая, вот все время идет джонглирование вот этими чувствами. Вот интересно, насколько вы, как человек, практически работающий на сцене, вот, например, вот эти четыре типа клоуна, о которых говорила Наталья Юрьевна, вот действительно ли, существуют ли они в современном театре? Понятно, что они не так напрямую, не в своих чистых проявлениях. И вот этот белый клоун, это действительно самое трудное? И почему? Как вам? Нет, мне кажется, что трудно все. Потому что я разный клоун, например. я играла у Екатюка, тетку клоун, тетку клоунессу классической, была, судя по всему, рыжая, бела, красный какой-то, черный, я не знаю, потому что там было все, потому что мне было 27 лет, Максаковой было чуть больше, но я играла ее тетю, ни у кого не знаю. И я придумал такие молотки, результаты, пьеро, не пьеро, а вот этот меркольдовский воротник, какие-то утрированные, сама себе шила, головные уборы, привезла, седой парик, я все время меняла. Потом была, шила вуальп-лесецкой, дурковала так, хохотали, неумысливо. Притом, это было абсолютно изящество, и талия еще, и как-то. Я играю сейчас до сих пор в пьесе Ханума Кабато на кривых ногах с усами, с пейсами. И когда я попросил художника, я говорю, знаете, мне нужны ботинки 42-го размера, только как у Ван Гога, едокие картофели. Можно? Да. Он говорит, можно я все это запишу? Нет, а я представляю себе вот эти невероятно пожившие, сколько в этих ботинках всего происходило. Я сшила себе от дергайку такую, жилетку, потому что там платье какое-то, вот эти ботинки, потому что я говорю, поменяйте, она Пейджерджан. У нее их не тереет, она по горам бегает, она сваха, так их ее ноги кормит. И на кривых ногах все, И, конечно, я там с грузинским, хохочет чудесно. И там есть сцена бочки, когда мы целуемся, когда с Тимотой, то мы не можем попасть. Потому что от счастья, значит, что могу сказать. Поскольку я выросла и с отцом, и с полонцами, начиная с шести лет и уже мои внуки посмотрели с нау-шоу, я могу сказать, что вот эта клоунада, которая театральная, она мне еще ближе. Почему? У меня очень... Я смотрела карандаша, он чудесный, он виртуозный, но он для меня как Чаплин. Он вот просто равен Чаплин, потому что он где-то там, и я не видела живьем. А то, что касается вашего отца, для меня, когда деревни станут большими, это вообще все нервно-паралитический газ. Смешно, да, но почему я плачу? Я плачу! Я улыбаюсь и получаю удовольствие бриллиантовой руке и жду, когда он начнет петь, потому что я обожаю, как он поет. Обожаю, мне так нравится. Я попадаю, наверное, под дым не просто белого клоуна. Вот мы возвращаемся к одному, что белый, черный или красный это человек. И он с собой заполняет этот костюм. На него можно будет надеть пьеро, а он будет черный. Вообще черные клоуны, это очень страшно. Черные клоуны, наверное, требуют еще больше энергии, потому что это то самое отрицательное обаяние. Потому что если не будет обаяния, не будешь клоуном. А когда в отрицательном и в негативном над этим Николсом гениальный, Михаил Александрович Ульянов смотрел и говорит, не понимаю, не понимаю, ну, сволочь, ведь левой ногой. Левой ногой, говорил. Да, Джокера. В смысле, что работает потрясающе, но для них, да. Он говорит, я вижу, это же левой ногой, но как потрясающе, да. Вот это еще... Надо такую левую ногу. Да, это надо иметь такую ногу. Кто говорил, да, о такой левой ноге там тоже было все в порядке из Черноты и соседей. Но надо сказать, что улыбка Джокера к Николсону прилипла как-то. Ну, я бы даже сказала, не может теперь от нее избавиться. Но он многое делает на приеме. Действительно, он гениальный артист. Но в этих приемах погряз. У него огромное количество приемов. Но он весь из приемов состоит в последнее время в кино. И в этом смысле... То есть, пора снимать маску. Ну, наверное. Или зубы. Ну, знаете, мне кажется, что то, что касается Никулина и то, что касается славы Полунина, здесь не маска и не нарисованное лицо определяет то, что делает, придумывает, транслирует этот человек. С чем он выходит? Нутро. Заполняет. Вот это, да? Вот это все. Вот это с пальто. Боже мой. С эти свистки. Аси-ся. Аси-ся. Вы понимаете, это же невозможно. Что такое зя и что нельзя? Вот это за звуки, что это за слова. Вы понимаете, клоуны, я еще раз говорю, вот зя и нельзя, пожалуйста, не нужны иногда и призы. Слова творчества, тело. У клоуна играет все. Клоун – это совершенный организм. Вы согласны с тем, что нельзя научить? Согласна. То есть артистам научить можно, а клоуны нельзя. это должно быть... Хорошим нервным. То есть что, великим нельзя. Великим нельзя. Вы понимаете, вообще ведь хорошими клоунами и великими, они становятся все-таки во второй половине жизни. Почему? Потому что наив, который есть, а на самом деле это не наив, это нервное сопряжение с миром, вот эти нервические усы, очень сильное улавливание правды, неправды и того, что происходит. Но появляется мудрость, появляется понимание, появляются другие акценты, когда человек рассказывает о том, что смешно или не смешно. И вот в это сочетании нервоза, вот этого наива и мудрости высекается то, что является для зрителей ошеломлением. Хороший клоун – это ошеломление. Он работает без страховки, так же, как и наверху. Клоун работает без страховки. Ему может разорваться сердце. Мне кажется, немножко по-другому. Вот вы упомнили об актерах. Можно ли научить? Понимаете, актер, артист, театр или кино – это ремесло в любом случае. А основу ремесла всегда можно научить. Важно, что будет дальше, естественно, кто-то становится у кого-то. И актер – трецедей. Он играет чужие судьбы, чужие истории. Он рассказывает не свои истории, а клоун. Он ничего не рассказывает. Он живет и показывает сам себя. Он душу открывает каждый раз перед зрителями. Есть какой-то образ? Это образ, но это не жизнь, это не его история. Не то, что происходит здесь и теперь. Поговорили о кино, поговорили о театре. Театр, слава полу, никогда не сможет работать в цирке. Он сам об этом говорит. Вот это мне очень интересно. Почему он не может работать на манеже? Потому что его стилизованный. сцена. Он не клоун. Он комик, он артист. Играющий клоун. Да. Играющий образ. Вот он как раз об этом. А в чем разница? Если сделать вот это на манеже? Не его пространство. Цирк очень своеобразное пространство. Кроме того, что другой формы сцены. Какая разница для Полунина, А вот это самое главное. Он привык работать сзади декорация, сбоку кулисы, зрители впереди. А тут это все вокруг. И на кого работать? На этого? На того. Как артист выбирает человека в зале, и основная часть на него как бы, а тут как ты это все выберешь? И купол еще сверху. Ко мне обратился как-то продюсер Калягина, Дэвид Смеленский. Мы в хороших отношениях давно. И говорит, вот Калягин хочет в цирке выступить, в роли клоуна. Я говорю, Давид, ты с ума сошел, что ли? Это будет провал. А такого уровня артисту проваливаться нельзя никак. Он играет клоуна этого «Король убьют». Он играет. А в цирке нельзя. А в театре вы приходите, вы настраиваетесь, да? В театре голос другой, и наигрыш должен быть, и жесты. А тут пойдет фальш сразу. Потому что на другое пространство не значит, ему это объяснить. Я ждала этой реакции. Нет, нет, нет. Я ждала этой реакции. Сейчас скажут, что чистое натуральное искусство цирка и полное фальши. Нет, нет, нет. Позволим так. Нет, нет, нет. Такой степень. Ну что же, я не... Простите, я утрирую, шучу, да. Нет, ну в любом случае эмоции немножко преувеличены в театре. Вот мы сейчас не говорим с вами, не театрализируем. Да, то есть... Надеюсь. Вот, да. Это не значит бутафорить, нет, это разные вещи совсем. Ага, вот это, подождите, подождите, замечательно... Театр стилизует цирк. Это не цирк как таковой. Это мы наслаждаемся тем, как похоже на цирк, как точно угаданы какие-то цирковые специфические эффекты, да. Это отстранение определенной, стилизация в театре. А цирк – это прямое искусство, площадное искусство, это прямой контакт. В этом смысле он очень... Вообще, вы знаете перевод с слова «клоун»? Это деревенщина. Это нечто такое очень грубое, площадное, связанное совершенно не с эстетизацией, а наоборот, с отказом от какой бы то ни было эстетизации. А можно я спрошу вас, а вот эти марши Славы Полунина с театром, с огромным количеством марши мира, где они все делали на улицах, это как? Это тоже он театральный артист? Они же на улице работают. Это не так, но это другая история совсем. То есть это совершенно другая... А вот скажите, пожалуйста, с точки зрения зрителя, это что, другая природа общения зрителя с происходящим на манеже и происходящим на сцене? Вы смотрите, вот я бы сказала так, мне кажется, что вот Юля, может быть, подтвердит, что когда рождается вот этот вот образ, когда рождается вот этот вот кусочек мизан-сцена, там спектакль, то она рождается вот в этом непосредственном прямом контакте. Он либо там воображаемый, либо реальный. Для того, чтобы мы внутри с аудиторией, со зрителем, с одним, для того, чтобы почувствовать это. И только после того, как ты это почувствовал, тогда ты можешь это опустить в тело и уже воспроизвести это на сцене. Мне кажется, что и полунинские репризы, они рождались, но они рождались из прямого контакта и здесь и теперь. А в цирке это здесь и теперь все происходит. Это прям живет прямо сейчас. Если актер, если клоун на арене не будет мгновенно реагировать на тот контакт, вот на вас посмотрел, да, вот вы, а вот как-то так. А вот что будет, если я немножко, а ты сейчас вот так реагируешь? То есть, если не будет этого живого контакта, ничего не произойдет. Это цирке невозможно сыграть. Со своей собственной режиссурой сам себе... Нет, дело все в том, что в спектакле у Полунина партнеры, которые он уже видел, где это сыграно и отрепетировано, а клоун выходит на неизвестного человека, не подготовленного, не знающего ничего. То есть, он сам себя должен режиссировать сразу? Нет, вы знаете, артистанция действительно разная и не зависит от пространства, потому что там Миронов, предположим, Гамлета Петерштейна играл в цирке на Цветном бульваре и это был театр. А цирк на сцене это цирк на сцене все равно. То есть, площадка как таковая не имеет значения. Имеет значение тип контакта. Вот контакт цирковой, он совершенно другой по отношению к театральному. И не случайно клоун всегда так взаимодействует с залом. Вот итальянский клоун, кстати сказать, вот это любопытно. Мне кажется, очень существенно изменился тип отношения клоуна с залом. Если раньше клоун работал все-таки с подсадкой, и карандаш, собственно, Никулин когда-то начинал как подсадка в этой сценке на лошади, карандаш вызывал какого-то смешного человека из зала, и он пытался сесть на лошадь, и все хохотали. Один раз он не очень удачно сел на лошадь, как раз в тот день, когда мама пришла посмотреть, еще они, так сказать, процесс ухаживания был, и он пригласил Никулин свою будущую жену Татьяну в цирк, и она как раз пришла в тот день, когда он упал с лошади, причем жесточайшим образом. И вот цирк смешной и грустной рядом. Они из цирка позвонили в скорую помощь и сказали срочно приезжайте, артист разбился на сцене, нужна скорая помощь. И спрашивает женщина, диспетчер, а как фамилия артиста Никулин? Бам, и молчание. Она упала в обморок. Это была мама Юрия Владимировича на этой трубке в скорой помощи. Она работала там. Беспечер. Вот это цирковая жизнь. Есть вещи, которые... Но, чему я это рассказываю? Что сейчас совершенно другая история. Сейчас гораздо больше работы с залом как таковым, с реальными людьми. Вот о чем я говорю, что мы втягиваемся в эту клоунскую стихию, в стихию какого-то хаоса. Сейчас гораздо больше работают клоуны не с подсадкой, а с живыми людьми, причем работают блестяще. Можно я спрошу практика? Вот сейчас я знаю, что в цирке на Цветном Бульваре новая программа. Как клоун выбирает темы? Вот вообще, как он решает, что в новой программе, о чем он будет со зрителем, не знаю... Говорить. Говорить. Назовем это словом. Говорить. Клоун решает, прежде всего, со мной, когда подписываешь контракт. А потом дальше мы решать не нужно. Просто не работай. А как он решает? Понимаете? Я вспомнил своих водителей, если они приходили измотаны после спектакля, я мог не спрашивать. Значит, был тяжелый зал, тяжелая публика, которых надо поднимать, которых надо заводить. А публика становится легче? Вот сейчас, в последние годы, она все легче, легче или все труднее? Да нет, я бы не сказал. Немножко другая. Но все мы другие, все меняется. Да, и жизнь меняется, и страна поменялась уже целиком. И люди тоже меняются. Они более образованные люди, потому что они больше смотрят, они больше знают. Есть телевидение, многоканальное, есть видео. Люди за границу смотрят, что там происходит, могут сравнивать. Над чем сейчас смеются? Над тем же вещами? Над тем же самым смеются. Над тем же самым. Друг над другом смеются, над клоуном смеются. Над хорошим клоуном, я имею в виду. А потом клоуны, прости, клоуны ведь разные, на самом деле. Вот Дэвид Ларибли, который работает, он буф, клоун. Вот в той программе, которая выяснила. он не коверный. А Николин и Шудин были коверные клоуны. Сейчас, а буф и коверные? Это разные вещи. Есть готовые, достаточно крупные интермедии, как бы клоунские репризы. А есть маленькие репризы, чуть подлиннее, чуть покороче, которые нужны для смены реквизита, чтобы брать на себя внимание. Да. Чтобы публика не сидела и там на зоне ковырял. Это коверные клоуны, клоуны у ковра. Как правило, пародирующие номера. Ага. Очень часто. Очень часто пародирующие номера. соотношение с тем, что происходит на... После жонглеров они делают комический жонгляж, там, после... Просто Карандаш был мастером этого дела. Да и многие другие тоже. У него интермедии были потрясающие. Интермедии тоже. Ну, Карандаш, он универсал, он и коверный. А коверный клоун, в принципе, клоун, это дирижер программы, потому что в его власти и в его возможностях немножко сбавить темп, если загоняется программа. Или наоборот, чуть-чуть поднять, когда она начинает плыть, выйти в любой момент и взять на себя внимание. Как-то в цирке был пожар, то клоуны выбежали и стали делать какую-то репризу, чтобы народ не паниковал, не испугался, пока там гасили. То есть это диспетчер. Чуть-чуть похоже на то, что делает ведущий. Чуть-чуть. Я, конечно, не говорю. Ну да, модератор. Самый главный клоун, это моя мама, потому что когда был пожар в театре Вахтангова, я была на сцене, она сидела в зале, и она понимала, что горит, она уже видела спектакль, она сидела, когда люди стали выходить, она встала и сказала, так надо в спектакле, сядьте, пожалуйста. Не мешайте. Не мешайте, да. Горела дочка вместе с нами. Вот самый главный клоун у нас мама. Огонь был на сцене? Огонь был на сцене. Да, загорелась, сбили софит и загорелась до колосников. И мы играли при настоящем огне. И пока уже не вышел, выполз завпост, вы знаете, тоже, вот когда пошла трагическая клоуна, и сказал, сейчас погибнут люди, уйдите, пожалуйста, я прошу вас, уйдите. У меня артистов выгонялся в сцену? Меня и Сашу Рощенкову. А там был дождь, и все. Надо было пропитывать вовремя, чтобы... Вот директорская позиция. Не только пропитывать, но там что-то так выслали. Ну, вы знаете... Так за это сажать директоров, естественно. Да, все это представление, потому что потом я все-таки вышла на сцену. Единственное, что у меня совершенно изменился голос. Пока мы играли с вот такими глазами, там шел дождь, а моя партнерка говорит, Морин, смотри, как красиво идет дождь, а соседний дом горит. Я так посмотрела на Сашу Рощенкову и думала, какой же он хороший человек. Да, а потом мы играли, чего-то да, ну уже немножко голос менялся, да. А потом, когда я вышла, я сказала, «Простите, пожалуйста!» Вот я просто помню это. Это действительно байляр. Ну, это у меня что-то такое было, как он у нас на моем басе. От вас это не дает. Я прошу вас там что-то внимательное, да. И вот такое вот у меня было. Стало клоуном. Да. Ну вот, нет, вообще мне кажется, что, знаете, клоун, абсолютно вы все правы, все так хотят сказать, ой, это клоун, кто-то говорит, что это плохо, кто-то пытается обидеть человека, а мне кажется, что клоун, это, это очень тяжелая жизнь. Это такая тяжелая жизнь, потому что этот человек знает и успех. Но я в быту и в дому, я и с Романом Антоновичем выклым делал программу, общалась, когда, они ведь грустные, они ведь не особо душа компании, потому что им ведомо, что такое, они вбирают. Вот клоуны столько. Нет, по-разному. Николин был всегда душой компании. Николин был центром компании, душой всей компании. А вы знаете, я никогда в жизни не жаловался на жизнь. Максим-то знает. Я не говорю о жалости на жизнь, я говорю о том, что они сбрасывают там так много, что они наоборот грустны в мировой. Сложнее другое, вот то, на чем, кстати, вот он построил картину Юрий Никулин, когда человек снимается у Тарковского в Рублеве в ужасно трагической роли и приезжает в цирк со съемочной площадкой, разгримировывается, одевает шляпу и идет развлекать людей, выдать у них смех. Вот это вот, я не очень понимаю, как происходит. А еще страшнее, когда что-то происходит дома, не то, как Максиму делали операцию, а Николин выходил в это время в Ленинградском цирке в Манеж. Нет, он когда в перерыве между этими самыми репризами, когда номер идет, он бежал, звонил в Москву маме, мама говорит, ну пока жив. И он опять выходил и смешил людей. Вот это вот, понятно, а вы знаете, самый, то есть Максим-то знает, а я вам хочу рассказать, самый страшный сон Никулина. Он выходит в Манеж, а люди не смеются. И это повторяющийся сон, который через всю жизнь проходит. И вы правы, я думаю, в том, что вот эта профессия, смешить, смешить ведь тяжелее гораздо, чем заставить плакать, это все знают. И в кино, и в театре, и в цирке это гораздо тяжелее. И она, конечно, надрывает, в общем, человека. И вот по моим впечатлениям, насколько был Юрий Владимирович всегда веселым и заводным, невероятно, он не только из-за того, что возраст, но еще и профессия немножко забирала энергию. Он становился гораздо более, не то чтобы скучным, но ему было тяжелее смешить. Вот это было, насколько он искрометным был, потрясающим просто совершенно в молодости, действительно, неистащимым абсолютно. Мы ходали целыми днями. Слушайте, а как интересно, я считаю, что он ведь чучело было. Вот смотрите, какие фильмы, когда деревья будут большими. Это, кстати, когда деревья были большими, там есть сцена, когда Кузьмин Кудемич заходит в избу и видит бабку эту, в которой все началось, собственно. Да, да, да. Да, и Кулиджан заставлял его, говорит, вы должны испугаться. Он говорит, а как я испугаюсь? Он говорит, как вы в цирке пугаетесь? Он говорит, я показал, все ржут, он говорит, мне тут не подходит. Это другая история совсем. Он говорит, я не понимаю, что я должен пугаться. Они спорили там долго и в конце концов, ну, делайте, как знаете. И отец, ты себе представил, просто представил такую ситуацию, поэтому он когда заходит и стоит окаменевший такой, как на привидение смотрит человек. И вот так пошло, все пошло в картину. А вообще, вот стать клоуном, кто-то из вас сказал, стать клоуном, это очень сложно. Был момент какой-то, вдруг, никто не знает почему. Это не из-за того, что это в суде Месеевичкина было, это вдруг был такой выброс клоунов, когда появились и Викшин Васильев, и Берман, Ротмаковский, чуть позже, Дань Гебаров, чуть позже, Олег Попов, чуть позже, даже что я что-то не говорю. Олег Попов параллельно практически. Ну да, но он чуть раньше, чуть позже. Он чуть раньше стал солнечным, благодаря бельгийской королеве, которая его назвала солнечным клоунем. А стать, стать просто, да, а стать просто, ну как, это ведь надо, об этом мечтать, наверное, да, вот все клоуны, кого я знаю, по крайней мере, и даже молодые, они это с детства. У них было желание вот стать клоуном, они хотели стать клоунами. Потом это желание надо пронести через какой-то отрезок времени и не постарить, конечно, но по крайней мере чуть попомнить. Потому что юных клоунов не бывает, молодым может быть. Там Володя Дерябкин блестящий наш клоун сегодня, он человек молодой, но не мальчик далеко. Потом он получил, что получилось так, чтобы эта мечта воплотилась, то есть какая-то предпосылка должна к этому быть. И только после этого, а видите, сколько составляющих. Я всегда вспоминаю, отец, у него там с желудком всегда были проблемы, и мы прописали минеральную воду. Какую я не помню, какую-то редкую. А в Москве тогда был магазин минеральной воды. И он там ничего не был, естественно, но за кулисами там, ну понятно, да. И он всегда за кулисы и там директором познакомился. И они как-то там не сдружились, сблизились. Анекдоты там рассказывали то, все, опять. И вот они как-то сидят там в кабинетике директора магазина минеральной воды. Рассказывают анекдоты и вдруг отец ему говорит, знаете, а вот вы могли бы быть клоуном. Вот у вас типаж, вы смешной, и я смотрю и мимика, и манера. И вдруг кто-то побледнел как на волосе и сказал, Юрий Владимирович, это же мечта всей моей жизни была. А сейчас не поздно. Что там за 50? Ну поздновато, конечно, сегодня. Ну вот была у человека мечта, и были все возможности, кроме какой-то одной, что-то где-то не сработало. И минеральные воды. Да. И минеральные воды. Влюбленные, можно я скажу, что влюбленные в клоунах были. Вот я была когда в Пенобиле, в доме Танингауэра. Вот итальянцы вообще, они влюблены в клоунах. Для них это тоже, они все хотят дети там, вот они влюблены в какое-то вот это шествие, в какие-то вот это и панталоны, и капитаны, и сервера, да, они влюблены. И мне показалось, что даже, смотрите, как интересно, вот вы сейчас сказали о Нарковском, я прям вспомнила два лица. Это Быков и ваш отец. Это же клоуны, да, это вот просто, ну как сказать, тоже разные, с разной стороны, да. Вот эта влюбленность в шутов, клоунов, в министре, легистренов, там, кого угодно, как он за, она же была у самых серьезных людей. Им не хватало Козинцева, да, что присутствие такого человека, такого облика, лысого, безумного, в шапке, не в шапке, с разорванной попкой, там, с заштопанной. Вот мне кажется, что почему у меня такое отношение к клоуну. Я выросла в среде, где клоун, вот цирковые, да, цирк вообще, как понятие все. Это, это было что-то такое, знаете, ну вот, кто-то ходит в храм, для кого-то храм, да, а для кого-то цирк, театр. Ну, цирк, 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 может быть, и то, и то. Да. Храм и цирк, это тоже функция? Цирк и цирк, это слова однокоренные. Да. Между прочим, там, я понимаю, что, может быть, это странно звучит, но в юнгианском подходе, например, извините, Иисуса Христа сравнивают с клоуном, потому что это принятие, это абсолютное принятие всего того, что с тобой происходит, и совершенно, и человек при этом может остаться здесь, не убежать, не сойти с ума, не умереть, да, не превратиться во что-то другое, остаться с собой и остаться здесь, в контакте. Я хочу еще сказать, вот, например, сейчас есть такая тенденция, очень интересная, это про молодых, когда клоунские команды ходят в хосписы, ходят к тяжело больным детям, к тяжело больным людям, это прямо команды, и они готовятся специально, и они, это же очень, это такая вот тонкая грань, там же нельзя, не должно быть никакой, ну, не знаю, там, святотатства, не должно быть какого-то, какой-то грубости, там, нельзя ранить этих детей, есть тема, на которой нельзя шутить, наверное, шутить можно, на любые темы, наоборот, и эти клоуны приходят туда к этим больным, тяжело больным детишкам, и дети абсолютно счастливы, это, они их, они, как вам сказать, они даже не смешат, они не делают какие-то там, это не буфоны, как правило, туда приходят, туда приходит белый клоун, который в контакте, со всеми чувствами, которые есть у этого ребенка, и даже у смертельно больного ребенка есть радость, там есть моменты счастья совершенно, и клоун, это настоящий клоун, он это выдерживает, потому что он знает, куда он пришел, и он это выдерживает, и я вот, например, я считаю, мне очень повезло, я знакома совершенно гениальным клоуном, это мальчиком, у него еще вообще, простите, около 30 лет, он директор, и учитель самой крупной компании в Европе западной, вот, Педро Фабиао, он работает с клоуной, командой клоунов, которая по всему там, везде ездит, по всем этим хосписам, и он с недавних пор приезжает к нам, и учит нас находить вот этого конгруентного клоуна внутри себя, вот я вот с этим подарком хожу, это очень важно, да, да, это очень важно, когда ты находишь этого клоуна, наше хаотичное совершенно время, в котором много хаоса, много страшного, чтобы научиться быть здесь, и быть собой, и при этом быть в контакте вот со всеми другими, это то, что не исправлять, ничего, не что-то делать, клоу ничего не делает, он ничего не исправляет, он просто есть, он вот как бы при этом присутствует и остается собой, и в контакте с чувствами, и признает чувства других, поэтому мне кажется, что это, ну, всегда востребованная, да, вот фигура, но сейчас вот особенно, когда столько хаоса. Мне даже нечего добавить, просто нам нужно идти в цирк, прежде всего, цирк, подскажите, ближе всего, при этом. Спасибо большое, мне жалко, что вышло наше время, замечательный был разговор, я благодарю Максима Юрьевича, Николину, Наталье Юрьевне, Тумашкову, Льва Маратчу Карахану, Юлию Линишну, Рудберг, за этот замечательный разговор, который был и смешной, и серьезный, и грустный, и, да, и очень эмоциональный. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова